Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Абонент доступен». Сегодня я веду ее один. Меня зовут Вадим Родионов, моя коллега Анна Смирнова в командировке, но она вернется и присоединится на следующей неделе. И сегодня я с удовольствием представляю нашего гостя. Это физиолог, академик Российской академии наук, многолетний руководитель Института мозга человека Святослав Медведев. Святослав Всеволодович, здравствуйте! Здравствуйте! Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы, также звоните нам из-за рубежа код плюс 371 и пишите в WhatsApp 230-6191. Ну вот, вы всю свою профессиональную жизнь посвятили изучению мозга, и я читал в одном из ваших интервью, что ничего принципиального нового о мозге мы, в принципе, на сегодняшний день не знаем. Так ли это на самом деле? Это вы вчера прочитали, я так понимаю, Наталья Веденеевна. Когда интервью увидел эту фразу. Да. Так что, понимаете, это было действительно очень интересное обсуждение, что вот прямо так сказать нельзя. Можно сказать, что у нас есть очень много фактов о мозге, очень много новых знаний, но самое главное, картинка не складывается. Понимаете? Вот то же самое, что с геномом человека. Разобрали автомобиль или, скажем, самолет. А собрать самолет, вот просто так, не понимая принципа аэродинамики и все больше, мы не можем. Вот. И, кстати, сказать, я не всю жизнь занимался. Я по образованию теоретическая и математическая физика. Ну, на ваш взгляд, все-таки... Я пришел из физики. Ну, все-таки, если говорить о мозге сегодня, потому что, опять же, в том интервью, которое я процитировал в начале нашего разговора, я прочитал о том, что человеческий мозг принципиально не отличается от мозга собаки, но работает по-другому. И понять, почему мы не можем. Так ли это? Нет. Мы не знаем, какое принципиальное отличие. То есть, мы пока этого не поняли. Если взять... Понимаете, в чем дело? Если взять принципиально современный сверхскоростной самолет, опять же, и какой-нибудь... 40-летней давности, то принципиальных отличий не будет. Будут крылья, будет двигатель, будет кабина пилота, органы управления. Вот это не... Будет вроде бы то же самое. Но принципиально, с другой стороны, современный самолет пятого поколения, скажем, или какой-нибудь там Як-3, это разные, принципиально разные вещи. Поэтому мы просто не знаем, в чем принципиальная разница. Почему? Вот у дельфина мозг, как у человека практически. У слона большой мозг. А с другой стороны, у золя был мозг всего 900 грамм. То есть, не принципиальное отличие по размеру от обезьяньего. Но по интеллекту, конечно, разница именно принципиальная. Вот почему это, мы пока еще не знаем. На самом деле, мы очень многое знаем о мозге. И чем дальше, тем больше начинаем знать. Но прорыва пока не происходит. А на ваш взгляд, где сейчас главная такая точка, которая мешает совершить этот прорыв? Где ученые уперлись в потолок на данный момент? Если бы мы знали, где находится эта вещь, то это мы бы решили точно. На самом деле, проблема заключается в чем? Вот мы сейчас обнаружили некую совершенно новую вещь. Что? Всегда изучалась энергетическая активация мозга. То есть, где начинает более сильно работать и все прочее. Ну и действительно, если вы возьмете вот тот же самый телевизор, то динамик явно показывает, что то не работает, то работает. Но на самом деле есть масса других деталей. Ну, транзисторов, микросхем, микропроцессоров, которые работают в штатном режиме. Понимаете, представьте себе, есть директор, который то включается, то выключается. Но директора один сделать ничего не может. Я был директором 28 лет. Я знаю, что один он не может. Ему нужна команда. Но команда приходит на работу в 9 утра и уходит, ну, скажем, в пол, шестого, в пять. И они работают каждый день, работают в нормальном режиме. И их работа категорически меняется по смыслу, в зависимости от того, что им дает директор задание. Но эта работа по интенсивности, она более-менее одинаковая. Аппарату более-менее все равно готовить речь к 8 марта или к 1 мая. Понимаете, это одна и та же работа. Вот мы открыли, что вот есть такие системы, которые не проявляются внешне. И мы научились их исследовать. Вот это очень действительно серьезное такое достижение. Будет ли это прорывом? Я еще не знаю. Ну вот существует много мифов вокруг мозга. И один из наиболее распространенных – это то, что человеческий мозг задействован только на 15-20%. Вот, как я напомню, с телефона прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. С телефона прямого эфира. Нам тоже в эфир можно звонить и задавать свои вопросы. У нас Святослав Медведев сегодня на прямой связи. Академик Российской Академии Наук и многолетний руководитель Института Мозгочеловек. Так вот, возвращаясь к мифам, то, что человеческий мозг работает только на 15-20%, а если бы он работал на 100%, то, соответственно, мы были бы уже, наверное, сверхлюдьми. И это оказалось мифом, как я понимаю. То есть, человеческий мозг работает… Да, это оказалось мифом. Вот, например, то, что я только что говорил о том, что человеческий мозг, здесь масса скрытых систем. Почему говорят на 5%? Да потому что, когда мы наблюдаем активацию, мы наблюдаем активацию вот такого объёма мозга, ну, площади коры, вот такой вот. А на самом деле, мы сейчас показали, что активируется весь мозг. В любом случае, получается система. Не то, что каждая клетка мозга, а нейроны… Ой, извините, сейчас. Наташа, я чуть не могу говорить. Вот, значит, активируются нейроны, которые складываются в системы. Система крайне распределённая. Конечно, я понимаю, что говорить о том, что в очереди за пивом активируется весь мозг… Кстати, жалко, что по скайпу нельзя ваше пиво получить прекрасное. Пока до этого не дошёл ещё прогресс, да? Трудно. Да, вот прогресс, нет принципиально прорыва. Так вот, понимаете, да, в очередь за пивом, где основная задача не пропустить человека без очереди, там не нужно много. Но это уже во многом патологическое состояние, когда человек просто сознательно не использует, не ставит задачи, которые требуют работы всего мозга. Но, и тем не менее, даже в этой ситуации очень большая часть мозга включена. То есть нельзя сказать, что даже в этой ситуации будет работа на 5%. У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Алексей. Да, Алексей, задавайте вопрос. Хотелось бы услышать комментарий насчёт нового направления в исследованиях мозга, коннектомики. Насколько вообще перспективно это всё? Насколько далеко она зашла именно в исследовании мозга человека? И есть ли вообще у вас хоть какая-то надежда когда-нибудь создать полный коннектом человеческого мозга? Спасибо. Да, спасибо, Алексей. Видите ли, вот это как раз формировка этого вопроса, она очень такая вот обычная, извините меня. То есть, понимаете, новое направление. Коннектомика – это не новое направление. Это просто новое слово. Вот назвали прекрасное слово «коннектом», ух, как здорово. А 130 лет тому назад мой прадед обрекло книжку, проводящую пути спины нового головного мозга, ещё в Казани. И вот там как раз описан первый коннектом в мозге. Это именно соотношение ядер, соотношение каких-то звеньев системы и проводящих путей, то есть совместной работы их. И вот то, чем мы сейчас занимаемся, по сути, это именно есть коннектом, то есть это системная работа, как связана система. И я думаю, что именно на этом пути, на пути исследования свойств языковых систем, мы получим этот прорыв. Наверное, так. Но я могу ошибаться. Но если говорить об интеллектуальном уровне конкретного человека, потому что понятно, что все мы разные, у людей разный интеллектуальный уровень, это зависит исключительно от образования, воспитания семьи, то есть это приобретённая история, или всё-таки речь идёт ещё о чём-то врождённом? Вот как это можно объяснить? Вот в этом интервью я как раз сказал, что в обычных ситуациях, ну, скажем так, представьте, что гений оказывается в роли Мауглия. Ну, ничего не будет, понятно, это предельный случай. Теперь возьмём человека талантливого и чуть менее талантливого. Но один из них не работает, талантливый, не работает, и в основном, опять же, пиво пьёт, что хорошо. А другой человек менее талантливый, но он буквально каждую маленькую, маленькое зёрнышко использует. И вот этот второй человек может существенно быть впереди более талантливого, но ленивого человека. То есть без определённого рода труда, без, я бы сказал так, без того, чтобы мы мозг тренировали, что-нибудь получить нельзя. Есть это только не гений, конечно. Гений, он пройдёт всё равно. И я могу привести такой пример. Когда я учился на кафедре теоретической и математической физики, теоретической физики, вышел опросник Айзенка по Айку. И мы начали, естественно, проверять, это 60-е годы, себя. И вот все наши ребята, все наши студенты, это был, по-моему, четвёртый курс, мы показали результаты, которые были, ну, так, за пределами разработанной шкалы. Там 150 кончается, у нас было где-то за 200. Почему? Мы были такие умными? Нет. Просто все наши задачи, которые мы решили на семинарах, всё прочее, это были задачи, в общем, на уровне опросника Айзенка. Понимаете? Это вот та вещь, что если мы начнём тренировать какое-то своё свойство, мы очень далеко можем пройти. Но, тем не менее, ведь стартовые площадки разные или нет? Вот если говорить о спортсменах, например, одно дело – это упорно тренироваться, но другое дело – это, в общем-то, обладать ещё определёнными физическими данными с рождения. Вот что касается мозга, потенциал, который заложен. Конечно, конечно, конечно. Понимаете, есть то, что нам даёт судьба. К сожалению, изменить что-то в этой ситуации очень трудно. Все разговоры о том, что мы можем что-то стимулировать, в основном все попытки стимуляции кончаются плачевными. Но в чём вопрос? Вот именно то, о чём я говорю, что очень упорным трудом можно очень себя заставить работать. Это будет трудно, это будет тяжело. И человек будет испытывать зависть к тому, кто делает это играюще. Вот человек пытается играть на пианино, у него ничего не получается. Он, в конце концов, становится аккомпаниатором. Подходит другой мальчик и начинает раз – у него всё происходит. Конечно, будет и обиды, и зависть. Но кто сказал, что жизнь должна быть справедливой? Рода должна быть справедливой. Рода как получается. Но это ведь напоминает вот этот мультфильм «Заяц и черепаха», которые вышли на старт. И «Заяц», который мог пробежать эту дистанцию за считанные секунды, он всё время останавливался, чтобы с кем-то поговорить, чтобы с кем-то перекусить, а черепаха дошла спокойно до финиша. Поэтому не надо отчаиваться, понимаете. Вот самое плохое, когда человек говорит, что ты дурень, ты ничего не добьёшься. Нет, вот ситуация, если человек не болен, если у него нет врождённой или привлечённой патологии мозга, он может достичь очень многого, очень многого. Да, он не станет Эйнштейном, понятно. Он не станет Рафаэлем там или ещё музыкантом каким-нибудь. Но он будет вполне нормальным членом общества. Он может и учёным стать. Он не будет нижним самбуром, понятно. Но он будет хорошим учёным на уровне вполне... Да это будет ему трудно, но он сможет это сделать. И почему? Потому что в мозге, я уже повторяю, есть генетически определенные вещи, и есть то, что его нельзя улучшить. Но можно развить системные связи, и человек будет какие-то значки щёлкать как орешки. Потому что он привык к этому, он начнёт понимать, как он устроен. Вот известная история про мозг Эйнштейна, и ведь Институт мозга человека в России тоже создавался с целью изучения... Это вы путаете два института. Да, я имею в виду, что про гениев. В то время в Москве, в перелоке Омуха, был создан Институт мозга. Он был создан для того, чтобы наука могла понять, почему наши вожди такие умные. Ну вот я об этом, собственно, и хотел сказать, что вы... Да, понимаете. Так вот, значит, у меня был хорошим моим знакомым, очень и очень, я бы сказал, другом. Бывший директор этого института, Олег Сергеевич Адрианов, академик. И он не отдавал смотреть просто ради интереса и мозг Ленина, и мозг Бехтерева, стекла. Это набор стекол таких. И он сказал, что ничего не обнаружили, никакой разницы не обнаружили. То же самое с мозг Мюнштейна, понимаете. Вот именно это является самым большим вызовом. Потому что вы видите, вот человек явно гений, и обычный разницы практически нет. Почему это происходит? Это, в общем, до сих пор непонятно. Надо сказать, что поэтому очень многие крупные исследователи, они шли в мистику, в то, что это вообще какая-то вселенская, вселенский разум и так далее и тому подобное. Но это все-таки не научный подход. А вот научный мы просто сейчас не можем учить. Наш институт, я организовал этот институт в 90-м году. Мне в Госплане предложили назвать институт с клиникой. Это институт мозга человека имени Натальи Петровны Бехтеревой. Так вот, наш институт занимается не устройством мозга, а тем, как мозг решает свои задачи. Вот мы с вами разговариваем. Что при этом происходит? Я начинаю думать, творить. Что такое творчество? Это когда вы из обычных вещей делаете что-то, что просто так по схеме не сделаете. Вы догадываетесь о чем-то. Вот как это происходит? Нам показано, например, то, что есть несколько стратегий творчества. Кто-то хочет найти ответ, а кто-то его хочет вычислить. Причем актеры, скажем, они хотят найти этот ответ, это докторская сцертация, мы не ученицы одной, она защищала ее в прошлом году, найти этот ответ по наичию. А из той же Академии театрального искусства Безембургской, инженер-киноинженер, он пытается найти это логическим рассуждением. И совершенно разная картина возбуждения в мозге. Вот это то, чем мы занимаемся. Ну и лечению заболеваний. У нас есть очень большой прогресс в этом году. Физики и лирики, они все-таки мыслят по-разному. И там работают, активизированы другие части музыки. Да, вы знаете, да. Не всегда. Понимаете, что значит мысль по-разному? Какие-то вещи, они зашиты с помощью именно этих проводящих путей. А какие-то вещи, они зависят от образования, от подхода, от того, ну это очень, сейчас никто не любит эти аналогии, грубо говоря, право-полушарный человек или лево-полушарный, что для него важнее, эмоции или для него важнее логика. Вот это, люди по-разному решают вопросы. Да и другое, я видел, мы исследовали разных людей, я видел, как у одного человека, вся речь обеспечивалась только областью брака, о вернике не было в возбуждении, а у другого, наоборот, только вернике. Вот совершенно разные картинки. Но и тот, другой свободно говорили, понимали. Но травмы могут каким-то образом повлиять на работу мозга, учитывая, что достаточно много в интернете можно прочитать самых разных историй, но они, в общем, не всегда научно подтверждены о том, что человек получил травму и заговорил на иностранном языке, или там получил травму и стал писать книги. Ну, понимаете, это во многом, по-моему, еще от древнегреческих философов, что на самом деле мы вспоминаем что-то, и один из философов начал забивать рабов, чтобы они вспомнили, не вспомнили. Понимаете, я бы сказал так, в принципе, травма всегда плохо, потому что мозг, это, прежде всего, чрезвычайно сбалансированная система. Любая травма нарушает баланс. И что бывает? Бывает, когда при травме этот баланс смещается. То есть, ну, человек нормально запоминает, нормально, у него нормальные какие-то реакции. А потом он начинает лучше, например, считать. Но при этом он теряет какие-то другие функции. Например, есть люди, которые не спят вообще. Два-три человека в мире. Так вот, этим людям нельзя везти машину. Почему? Это не правда, что они не спят. Они спят, на секунду усыпают. А машина на секунду проходит, особенно современного, и сколько метров. Понимаете? И это, они не контролируют это. Для них это сплошное бодрство. Ну, на самом деле, происходит вот такая ситуация. За счет травм, или за счет какой-то нехорошей развития. Но, на самом деле, до сих пор улучшить работу мозга мы не можем. Мы можем улучшить работу мозга в случае какой-то болезни. Ну, вот кома. Мы сейчас, у нас очень такие интересные новые исследования, как водитель из кома. Но об этом мы поговорим после небольшой паузы. Нам сейчас нужно прерваться буквально на две минуты, потом вернемся и продолжим. Святослав Медведев, академик Российской Академии Наук, физиолог, специалист по мозгу у нас сегодня на прямой связи. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эта программа Абонент доступен. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев и сегодня на прямой связи с нашей студией российские ученые, физиолог, академик Российской Академии Наук Святослав Медведев, Святослав Севолодович, еще раз здравствуйте. Святослав Севолодович, слышите ли у нас? Хорошо. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Вот мы остановились с вами о... Вы говорили о том, что при выходе из комы как раз уже ученые далеко продвинулись, как сохранить мозг в рабочем состоянии. Правильно я вас понимаю? Да. Понимаете, эта работа, которая скоро будет... По ней скоро будет сейчас докторская ситуация от одной из моих учениц. Это работа о том, что человек, сидит в коме, и у него мозг практически как бы не работает. То есть у него резкая спастика, он вот так вот все руки... Вообще востоков не разогнуть кисть руки, и у него ногти прорастают сквозь кисть. И появилась методика, которая позволяет не везде, не всегда, любая методика в медицине, про которую вы скажете, что она помогает всегда, это журналтанство. Но появилась возможность привести его в чувство. Таким образом он испытывает колоссальную боль и колоссальное количество... Исчает колоссальное количество импульсов вот этих мышц напряженных. Понимаете? и нейронам мозга другим заниматься уже не хватает времени. Они перегружены информацией. Понимаете, они сидят на уровне, не знаю, там, в яме оркестра или что-нибудь еще, там, 140 дБ, и думать уже о чем-то они не могут. И вот если мы берем, снимаем эту импульсацию с помощью, ну, в общем, разновидности ботокса, когда снимается вот эта вот связь мышц, рецепторов и нейронов, то через некоторое время нейроны отходят от этого перегрузки и начинают работать. То есть человек, который 2-3 года лежал, встает, пишет, стоит, разговаривает. Он нет, конечно, он не становится абсолютно выздоровшим, когда нету какого-то количества мозга, ничего не сделать. Но, понимаете, он уже социален, он сам о тебе заботится, с ним можно общаться, вот это одно из достижений. То, что делается на основе именно понимания того, как работает мозг. Ведь что такое для нас во многом клиника? Эксперимент на человеке, он невозможен, понимаете, это аморально. Но болезнь это единственная для нас возможность понять, что происходит при определенном возмущении. Что такое эксперимент? Вы вносите какое-то воздействие, возмущение в объект и дальше смотрите, как объект на это реагирует. Но человек задать не делать нельзя. Но есть болезнь, которая делает то же самое. С другой стороны, если вы исследуете больного человека, то не пытаться, не ставить задачу, как найти новый метод лечения, невозможно. Поэтому та же самая история, мы не только исследуем болезнь, но ищем новые способы лечения. У нас очень хорошо лечение абстративно-побульсивного синдрома, то есть навязчивых состояний. это в том числе психическое привыкание при наркомании, это вот если вы смотрели фильм «Авиатор», вот там болезнь главного героя, мы его вылечили бы сейчас за неделю. вот это то, что дает фундаментальная наука, потому что фундаментальная наука, она действительно наиболее практична. Если обычная наука, вы получаете выигрыш в 10%, то фундаментальная наука, вы получаете выигрыш в 300-400%. Просто сложнее и дольше ждать. Но выигрыш вы получаете витальный. Вопрос от нашей радиослушательницы с московского номера, она его прислала. О патологических состояниях вы говорили, как деградирует мозг человека, который зависим от алкоголя? Понимаете, в чем дело? Это вопрос в достаточной степени сложный. Потому что хуже всего с женщинами. И есть огромное количество томографических снимков, где именно особенно у женщин. У мужчины все-таки как-то не так это проявляется. А женщина алкоголик, у нее страшно смотреть. непонятно, чем она думает. Там атрофия больших участков. И я хочу сказать, что независимость от алкоголя. Если человек пьет много, то действительно происходит деградация, в том числе атрофия на участках, нарушение памяти. Другой нормальный количество алкоголя разумного потребления никогда никому не мешало. Возьмите Францию, возьмите наши южные республики. Тем более, что вино, например, это для огромного количества, практически для всей Средиземноморской зоны, это единственный способ сохранить урожай винограда. Понимаете, уже виноград стереет, и уже через два-три месяца сок и сам виноград не сохранить. А вино это питательные вещества, так что это экономически оправданная вещь была все времена. Но действительно неумеренное потребление алкоголя, оно мозг уничтожает. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Добрый. Юрий. Да, Юрий. А мне вопрос к врачу. Как наука объясняет сновидения? Дело в том, что у меня есть сновидения, в которых я вижу величайшие подробности события, которые произойдут. не могу объяснить, не знаю, когда произойдет еще что-то, но когда они происходят, я потом это как будто видел, как видео какое-то происходило. Видели во сне или как это к вам приходит? Видел во сне величайшие подробности, даже авиакатастрофы и поездка допустим за границей с женой, не был сон, где нельзя ходить и был момент, когда в точности было совпадение, что если мы туда пойдем, то там произойдет и там действительно могло произойти и произошло, но мы оттуда отошли и не пошли туда. Спасибо вам за вопрос. Вот эта вещь у меня подробно описана, я недавно, полтора года назад, издал книжку «Моск против мозга», на «Моске». Вот там эти вещи описаны. Понимаете, с одной стороны, я не знаю ни одного научно доказанного случая, где действительно доказывало существование подобных вещей. С другой стороны, во-первых, я сам такие вещи видел. Например, мне было тогда сколько, 25 лет, 27 лет, машина была, и вдруг моя мама, которая вообще, по своей точке я не знала, что у машины есть, скорее всего, 4 колеса, а дальше уже ее это не интересовало. Вдруг говорит, сменю шины. Я, очень резко так, я меняю шины, старые износились, и через 2 недели я еду на перевозке, где въезжаю практически под грузовик. Вот так у меня шел дождь. Вот так у меня были новые шины, то грузовик просто чиркнул слева, со стороны водителя, по носу машины. Если у меня была бы лысая резина, удар был прямо водителя. Ну, вот все. Понимаете, возможно, так и возможно. Теперь дальше. Например, есть одно объяснение многим таким вещам. Это то, что на самом деле мозг, он, условно говоря, существенно умнее, чем сознание. Он так анализирует очень много вещей. Мы даже не знаем, специалисты даже не представляете с ним, сколько вещей анализируется, помимо их сознательного восприятия. И вот пример. Винстон Черчилль был захвачен в плен бурами. Он бежал. Бежал он сквозь бурскую деревню. И он зашел в единственный дом всей деревни, где хозяином был англичанин. Почему? Вероятнее всего он каким-то образом анализирует, что дом в чем-то английского стиля. Вы можете это оценить. Он не осознавал этого, скорее всего. Но так как ему нужна была какая-то помощь, поддержка, он видел, вот этот дом явно не наш, а вот этот дом чем-то привлекательный. Он не мог определить чем. Но как, скажем, когда Гресс-мейстер показывает картинку, он не воспринимает на очень короткое время шахмат и партия, Гресс-мейстер говорит, знаете, я не знаю, я ничего не могу сказать, но белый выигрывает. Понимаете, вот эта некая интегральная оценка, она бывает, и она скорее всего проявляется, может во сне, может в таких сомнениях, и да, человек не идет куда-то, потому что анализируя внутренние события, он, в общем, понимает, что теперь ко мне в институт и ко мне лично очень часто приходили огромное количество людей, которые говорили, что они что-то видят. Они видят там будущее, они видят болезни, ни разу это не подтверждалось. Самая такая смешная вещь была, когда у моей мамы сидела группу людей, которые говорили что-то инцелители, они все видят насквозь, входит моя дочь. Они говорят, ну, там с печенью что-то не так, ну, там еще что-то не так, вот, и говорят полностью ее диагностику. Единственное, чего они не увидели, что она была на четвертом месяце беременности. Вот там примет того, что происходит. Они вроде все говорят, а на самом деле это вот не доказано. Ни разу не было доказано научные методы. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Юрий. Очень интересный у вас гость, ну, телефонный гость. Хотел бы профессору узнать такой вопрос. Пол Аллен, один из двух основателей Микрософта, он недавно ушел из жизни, но вот последние годы, в принципе, он был известен тем, что огромное количество денег, там, сотнях миллионов исчислял потратил на то, чтобы изобрести некие технологические средства для тренировки мозга извне. И вот то, на чем остановились его исследования, это был изобретен лазер, который был направлен на мозг мышки, и в зависимости от того, что делала мышка в лабиринте или в клетке, там, либо кушала, либо бегала, там, как-то зигзагами, лазер подсвечивал определенную часть головного мозга. Но все это сводилось к одной цели, для того, чтобы мозг натренировать на определенные навыки извне. Это изучение языков могло быть, или какие-то другие физические навыки, там, допустим, быстро бегать. Вот как вы вообще видите эту перспективу, тренировка мозга или закладывание что-то в мозг извне? Большое вам спасибо. Спасибо вам. Вы знаете, я, во-первых, хочу сказать, что что-то запрещать, в общем, невозможно, потому что, ну, у нас нет общей теории в мозг, у нас нет каких-то, вот в физике есть теория сохранения, вот в мозге таких законов основлагающих нет. Поэтому говорить резко, что это невозможно, нет. Я знаю, что эта тема сейчас очень популярна. Она высказывается целым рядом и наших российских ученых, и зарубежных, но проблема вся в том, что, во-первых, когда вы что-то стимулируете, вы всегда делаете это за счет чего-то другого. А вот когда задаешь вопрос, хорошо, вы учите людей с помощью стимуляции, это, извините, и гранты были такие у нас, и много что было. Что человек теряет при этом? И человек не знает. Понимаете, есть целый ряд групп, которые с моей точки зрения даже не группы, а секты. Это секты там детей учат видеть сквозь повязку, еще что-то, еще что-то. И да, действительно развивают в них некие способности, это, конечно, не альтернативные видения, никаких там чудес нет, но если вы разговариваете с людьми из этой секты, вы сразу видите, что дети, нельзя сказать, что они обычные как дети, они что-то теряют при этом, понимаете, они теряют и детство, и они изменены психически. Так вот вопрос в том, во-первых, что вы с этого потеряете, во-вторых, можно сделать перенапряжение, ведь та самая история, вы берете и становитесь олимпийским чемпионом, или, в общем, высокого класса, спортсменом, международного класса, в каком-то виде спорта. И, как правило, это кончается тем, что если это не какой-нибудь игровой спорт, хотя футбол к этому относятся, в 40 лет человек становится больным, инвалидом очень часто, потому что в футболе, например, требуется, чтобы была бы определенная патология сердечно-сосистемы, непрекладимость пучка ГИСа, чтобы человек мог давать немыслимые нагрузки. Попробуйте, побегайте 90 минут по полю, вот, и чтобы это можно было делать, да, человек должен брать резервы, но резервы-то не безграничные, поэтому в мозге та же самая вещь, нельзя считать, что мозг может все, он сбалансированная, очень ювелирно тонкая вещь, и представьте себе теперь, что это, чтобы вам часы работали лучше, вы берете и вбухаете туда вместо миллиграмма масла, литр, просто берете, окунаете, все, все становится, становится. Кстати, в Америке было описано такая же вещь, что начали взрываться ракеты. Почему? Расследование показало, что один из рабочих, сборщиков, желая как лучше, вместо в гироскоп фетра колпачок, который был, стоял, ось гироскопа стоял на фетре колпачке, вместо одной капли масла заливал пять или шесть, он хотел как лучше. Из-за этого колпачок разбухал, и в волнующий момент гироскоп отказывал. Понимаете, то есть, вот это вот, здесь аналогия очень четкая, такая же, совершенно ясная, она нельзя, вот, есть режимы определенные, если вы нарушаете режим, что-то получается, что-то теряется, а может быть, катастрофа. 612-12-93-9, да, и 612-13-93-9, телефон на прямого эфира, у нас Святослав Медведев, российский академик, специалист по изучению мозга человека, на прямой связи, задавайте свои вопросы, пишите ватсап, и у нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Друзья, добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, вот, мозг изучают уже давно, целые институты работают, какие практические результаты? Я, например, вижу, что количество заболеваний мозга, например, раком, постоянно растет, количество психически больных, это страшный, страшный просто, такое, так сказать, как эпидемия, растет и растет постоянно, как это связано с мозгом, или, может быть, это с душой связано, как вы считаете? Спасибо. Спасибо вам. Ну, вопрос о душе я не комментирую, поскольку я не видел ни одного естественного научного определения души. В церкви вы знаете, что такое душа, а вот в науке непонятно. А что касается роста заболеваний? Ну, прежде всего, понимаете, раньше люди умирали существенно раньше, и ряда заболеваний, таких, как Айсгеймер, там, еще что-то, просто, ну, люди раньше умирали. Сейчас продовольственная жизнь вросла практически вдвое, а может и больше, в некоторых странах. И люди доживают до тех болезней, до которых они раньше не доживали. Это первое объяснение. Второе объяснение. У нас изменился образ жизни. В чем дело? Есть такая очень нужная и полезная вещь, как стресс. Вы не можете быть еще времен на взводе, но есть моменты, когда вам необходимо собраться, чтобы вот, ну, не знаю, на вас идет парень в школе, который хочет вас ударить, вы должны собраться и пытаться дать ему отпор. Вы вступаете в какую-то конфронтацию. Но раньше вообще у человека эти конфронтации были связаны с физической нагрузкой. То есть стресс помогает уменьшить кровопотерю, увеличить отдачу от мышц. Почему волосы дыма встают? Да потому что сокращаются капилляры, чтобы меньше была кровопотеря. За счет чего? За счет того, что в кровь выбрасывается определенная большое количество определенных веществ. Что происходит? И дальше они сжигаются в процессе вот этой борьбы. Что происходит у нас? Человек пришел на работу, его вызывает начальник, дает ему мягко говоря стресс, я бы сказал так, приводит в состояние стресса, после чего он идет, садится в кресло и переживает. И вот так у него возникает гипертония. Почему? Потому что получается, что эти все вещи, которые на самом деле готовят ему к тому, что он набил бы морду начальнику и разгромил бы его кабинет и ушел. А он не может это сделать. Поэтому садится и тут вот эти вещества начинает убить человека. Не зря. В Японии существует резиновое кукло начальства, которое можно выбить палкой. и лучшее средство, чтобы предоставить стрессу, это физическая нагрузка. Вот после стресса пробегите 5 километров и никакого плохого выхода не будет от стресса. Вот. Так вот, это тоже приводит к тому, что у нас увеличивается количество заболеваний. Дальше. Гебетодиагностики. Очень часто получается так, что диагностика. Раньше просто не знали, что это такое. Вот такие некоторые заболевания. Сейчас знают. Рак. Та же самая вещь. Во-первых, не продлежит дни жизни, а во-вторых, огромное количество канцерогенов, огромное количество невероятных веществ, которые вокруг нас. Вы поймите, вы же потребляете, вы живете в городе, где воздух очень плохой, где мало видите солнца. Это все снижает ваши возможности для поддержания здорового безжизни. Я не могу сказать, что с мозгом связано. Это связано с тем, что в принципе святое место пусто не бывает. Если вы какую-то болезнь убеждаете, возникает другая, которая, например, сейчас в ведущих западных клиниках резко понижены требования к стерильности. Нет ни бахеев, ничего. Почему? По простой причине. Если делать абсурдную стерильность, разгораются тяжелейшие больничные инфекции, которые не убеждаются никакими антибиотиками, потому что они уже привыкли к этим антибиотикам. но эти больничные инфекции не выживают против инфекции, которые есть на улице. А к этим инфекциям люди привыкли. Понимаете, поэтому оказалось, что наиболее просто это отменить жесткий режим. И вот здесь та же самая история. Когда мы многие болезни лечим, когда мы много-много улучшаем, возникают те болезни, до которых в нормальном состоянии мы бы и не дошли. А раз этого нет, этого нет, этого нет, и вот появляется что-то еще. Ну что ж, нам уже пора заканчивать. Последний вопрос я успею задать? Нет, звукорежиссер говорит, что, к сожалению, времени у нас нет. Спасибо вам большое, Святослав Медведев, российский ученый, физиолог, специалист по работе мозга человека, академик Российской Академии Наук был сегодня с нами на прямой связи в программе Абонент Доступен. Эфир провел Вадим Родионов. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Всего доброго. До свидания.